Кстати, салат, подаваемый в общей вазе, нужно обязательно накладывать себе на тарелку ложкой или вилкой, приложенной к блюду, а не своей родненькой. А крупные листья листового зелёного салата не следует резать ножом. Его нужно есть вилкой, выпуклой стороной вверх. Какие ещё правила приличия мы должны соблюдать за столом, узнал мой коллега Андрей, пообщавшись с экспертом по этикету Татьяной Фрыновой. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Сегодня мы в невероятно какой-то романтической такой обстановке встретились с вами. Смотрите, хочется поговорить сегодня об этикете. Вы же эксперт по этикету. Вот вообще, откуда это всё пошло? Вот эта сервировка вся откуда? Подожди, это сервировка же называется? Ну конечно, конечно. Вообще, до Петра Первого, нашего великого царя, который не только картошку, кофе привёз, он ещё и привёз вилку с запада. И выдал первый указ, назывался указ «Домострой». То есть первый указ по этикету – это было именно то, как мы трапезничали. Если раньше бояре брали салфетку, складывали её за пазуху для чего? Они же брали кость и ели её вручную. Ну это мы сейчас, ну в принципе, уже не складываем салфетки ни сюда, ни сюда, никуда. Эти салфетки складываются, как правило, с правой стороны. Чтобы просто? Нет. Нет? Чтобы положить сюда грязную ложечку, грязную вилочку. Опять же, по правилам этикета, и Пётр Первый это говорил, не надо теперь кушать баранину и резать её всю. Надо отрезать один маленький кусочек, отправить его в рот, прожевать и отрезать следующий кусочек. Если мы вот так сейчас накрыли с вами стол, это мы можем дома так накрыть, либо в ресторане нам накрыт, если мы заказали уже блюдо. Ну вообще, это такая стандартная домашняя? Стандартная домашняя, ресторанная также, но стандартная накрытие стола. А вот я вижу, у нас с вами получается три тарелочки, да? Это как, это холодная горячая или что это? Нет, вот во-первых, тарелочку дома мы ставим на два пальчика от стола, для того, чтобы галстук не залез, ну и не отодвинуть её. Если мы поставим её близко, то мы можем её отодвинуть. Залезть, всё-чуть-чуть-чуть, разболтается. То есть тарелочка должна быть на два пальчика. Вот мы сейчас накрыли стол для праздничного обеда. Сейчас очень модно супы-пюре, мужчины их обожают. Ну вот, поэтому у нас стоит первая тарелочка, ложечка, берём ложечку. Я беру ложечку. Да, и кушаем супчик. Супчик мы кушаем от себя. Вот так? Нет. А, от себя? От себя, да. Архимед сказал, не хочешь быть опозоренным, кушай от себя. Так как брюки, юбка не испачкаются, скатерть, её можно поменять. Нижняя тарелка, это для того, чтобы нам, ну всё, что мы хотим, косточки какие-то, хлебушек, как правило. Скажите, а вот это миф или нет, если я сложил крестиком, да? Это правда. Я не знаю, возможно, вы это не скажете, но если вы положили крестиком... Это значит, мне не понравилось блюдо? Это вам не понравилось блюдо. Ну, наверное, вы лучше дома яичницу готовите. Так вот, официант обязательно принесёт повару. Пик неприличия в ресторане оставлять вот так тарелку, вилку с ножом. То есть это неприлично? Это неприлично. Потому что на всех и на любой вкус не может угодить повар. И он тоже человек. Вообще, вот мне интересно, в нашем городе, ну вы-то, наверное, знаете, как вот с этикетом обстоят дела? Мы же всё время стараемся там как-то более-менее к Петербургу поближе, к культурнее быть и так далее. Я знаю только, что в Москве бум по этикету. Возможно, к нам тоже он дойдёт. Я хочу сказать, что молодёжь, молодёжь, элитная молодёжь, та, которая стремится учиться, добиваться чего-либо, они занимаются сами самообразованием. Я отталкиваюсь от нашего, нашей культуры. Потому что на Западе совершенно всё по-другому. Абсолютно. Есть, конечно, нормы полностью, правила приличия. Допустим, вот есть ложка, которая кушает грейпфрукт. Вот там у нас этого не понимают и не знают. Там это принято. Там это знает каждый. Ну, у нас пока нет. У нас было, было в советские времена. Вспомним СССР. Там были правила этикета, вернее, прямо было тысяча мелочей этикет. Была эстетика такой предмет. Вы знаете, что интересно? Вот Пётр ввёл, да, некие вот эти правила, причём большинство, наверное, правил там ввёл. А почему на сегодняшний день вот этого нет у нас? Почему мы сегодня дома просто берём суп, раз, и всё? И всё. Почему? Дань времени, жизнь быстрее. Вот только хотел сказать, мы везде экономим время. И у нас сейчас даже красивая трапеза вдвоём, как мы говорим. Мы что делаем? Мы идём в ресторан. Да. Да, потому что накрыть стол дома, думаешь, так, где у меня какая-то тарелочка, где у меня что, как. А потом ещё, господи, это же мыть ещё. Это мыть ещё, да. Вот уже, наверное, за решение нашей беседы хочется узнать, есть ли какие-то прям обязательные правила, которые нужно использовать, придя в ресторан, чтобы мы не подумали, что за невоспитанный человек. Вот про крестик я запомнил навсегда. Что ещё есть? Нельзя поднимать руку «гарсон» человек звать. Это по правилам этикета так уже не принято. Это раньше мы человек, официант. Нужно просто, да, оскорблять, обижать. А как подозвать? Раньше человек был обучен этой специальности. А сейчас, извините, с двумя высшими образованиями перед вами можно стать официантом. Потому что ему, ну, во-первых, нет места работы, а во-вторых, ему это просто нравится, ну, ему по душе. Ну, почему мы должны его унижать? Он такой же человек, как и мы. Поэтому мы можем поднять руку. Мы можем повернуть голову и посмотреть, он обязательно поймёт. Любой официант в хорошем ресторане поймёт, что вы хотите его увидеть. Не кричат, ничего. Друзья, я надеюсь, что вы запомните эти нехитрые правила, потому что если в нашем обществе вновь это всё создастся, моё мнение, это будет прекрасно, это будет красиво, и тем самым мы вернёмся к той нашей, мне кажется, прекрасной царской истории. Да. Ну, вот мы с вами просидели, а замечательно, мы ни разу не поставили локти на стол. Вот опять же, надо запомнить на всю жизнь, когда мы всё скушали, и у нас всё забрали, принесли десерт, и мы с вами просто хотим любезно поговорить, мы можем поставить локти на стол. При трапезе только. Всё. В таком случае, локотки. Локотки. До свидания. Я благодарю вас за разговор. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.